Истринский военный городок за деревней Трусово, как и многие другие, находится в разрухе уже много лет. Основная часть домов под снос. Жители городка уже давно потеряли веру в то, что здесь может что-то поменяться. На что-то хорошее здесь, конечно, рассчитывать бесполезно. Вот так и будем жить потихонечку, пока не согнёмся. Надеяться на что-то, здесь никто не надеется. Каждый думает, как отсюда выбрать. В своё время Министерство обороны, владеющее этой территорией, начало процесс передачи документов Истринскому району. Но дело до конца так и не довели. В результате городок так и существует сам по себе уже много лет. Городком никто не занимается. Он как-то сам по себе живёт, пока не развалился. Проблем в военном городке достаточно, ведь им уже много лет никто не занимается. Я здесь сколько уже живу? 20, почти 30 лет. Поэтому, когда я сюда пришёл, здесь ещё между домами. Асфальт когда-то был, сейчас уже этого ничего нет. Дома когда-то штукатурили. Сейчас, как видите, всё обваливается, рушатся. Трубы здесь уже лет 60 не менялись. Но отопление ещё сделали, вот, как видите, провели. А то, что в самих внутри домов, там трубы, конечно, ужасные. 1 марта состоялось расширенное заседание Московской области, на котором обсуждался вопрос благоустройства городков. На территории Истринского района их несколько. На территориях этих военных городков проживает более 200 тысяч человек. Главы муниципалитетов. И мы с вами знаем, что состояние инфраструктуры, дорог, соскульбы, это оставляет желать лучше. Андрей Воробьёв предложил увеличить финансирование на ремонт и благоустройство городков. В этом году мы поставили цифру миллиард 600, миллиард 700. После анализа состояния военных городков и после вчерашнего обсуждения, я предложил рассмотреть и дополнительно к миллиарду 600 выделить ещё два. Ещё два миллиарда. Это серьёзные большие деньги, которые должны пойти на то, что не менялось десятилетиями. Со дня строительства военного городка, по сути, никакого ремонта не проводилось. Будем надеяться, что проблемы жителей военных городков в скором будущем будут решаться.